Друзья, в RDM Import мы проводим розыгрыш. В период с 15 октября по 15 ноября при покупке любого автомобиля в нашем автосалоне в кредит вы получаете возможность выиграть 400 тысяч рублей. Подробнее об условиях акции смотрите по ссылке. Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первый видео Авторынок. Добро пожаловать на очередную серию наших обзоров. И сегодня в нашем обзоре праворульный автомобиль для внутреннего японского рынка. Эта машина построена на базе Honda Fit. Она гибридная и компактная, но при этом сильно отличается от прародителя в плане внешнего дизайна и дизайна салона. Как правило, на вторичном рынке эти машины стоят дешевле исходной модели. И если вы задумались о покупке подобного авто, досмотрите обзор до конца, чтобы понять, подходит вам Honda Insight или нет. Honda Insight в кузове ZE2 и ZE3 появилась в 2009 году. Эта машина простояла на конвейере до 2014, при этом в 2011 году ее изрядно обновили. Под капотом таких автомобилей могли быть только гибридные установки. В составе бензинового двигателя объемом 1,3 литра на 88 лошадиных сил для дорестайлинга и опционального полуторалитрового более мощного агрегата на 111 лошадей для обновленной версии. Коробки передач сугубо вариаторная, а привод только на переднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр – это 2009 год, 1,3, 88 лошадей плюс 10-киловаттный электромотор в помощь. При первом взгляде со стороны, Honda Insight действительно предстает перед нами как компактный хэтчбэк. Длина автомобиля 4 метра 39 сантиметров, ширина 1,69 метра, а высота 1,42 метра. Колесная база автомобиля 2,55 метра, а радиус разворота 5 метров ровно. То есть машинка маневреннее, чем множество своих одноклассников. Что касается толщины локрасочного покрытия, второй Insight – это типичный автомобиль для внутреннего японского рынка. Причем бюджетный автомобиль. Толщина локрасочного покрытия здесь небольшая. Для родной краски диапазон показаний толщиномера будет в районе от 75 до 100-110 микрон. Обзор внутреннего пространства автомобиля по традиции начинаем с багажного отделения. Доступ куда нам открывает довольно массивная крышка, которая имеет дополнительный стеклянный вставыш под дублером стоп-сигнала. Первого взгляда в багажник объемом 400 литров будет достаточно, чтобы понять, высота здесь небольшая. Зато ширина проема практически не меняется. Проем багажника здесь 88 сантиметров в ширину. Расстояние от заднего борта до спинки заднего сидения 85 сантиметров. Ширина багажника в узкой части 1 метр ровно, а в более широкой задней части 1 метр 40. Минимальная высота 43 сантиметра. Если вам нужно увести более габаритный груз, складывайте заднее сидение. Делать это придется либо из салона, либо из багажника, но при этом немножко потренировать растяжку. Но абсолютно ровного пола по итогу вы все равно не получите. Небольшой наклон будет присутствовать. Зато длина багажника у вас увеличится до 153 сантиметров. А если вам надо увести какой-то длинный, но при этом узкий груз, который вы сможете протолкнуть до самой передней панели, то рассчитывайте на длину порядка 2 метров 40 сантиметров. Что касается дополнительных удобств багажника инсайта, здесь на самом деле их очень немного. За крышкой на боковой фальшпанели скрывается домкрат. В панели фальшпола присутствует небольшой лючок, но можно поднять и всю крышку полностью. Здесь отформованная пенопластовая ниша с набором штатного инструмента. Плюс N-ный запас свободного пространства под мелочевку. Но и с левой стороны присутствует небольшой кармашек, куда также можно сложить что-то наподобие буксировочного троса. Никаких дополнительных крючков, держателей, сеток, либо плафонов освещения в данном случае в багажнике нет. Ну а теперь про салон Honda Insight. Ведь именно здесь кроется ключевое отличие от базовой модели Honda Fit. Посадка в Honda Insight напоминает таковую в спортивных машинах. Автомобиль низкий и сидишь здесь тоже практически на полу. Причем в любом из положений регулировки сидения по высоте. А она здесь присутствует. При росте метра 86 сантиметров за рулем этой машины мне удалось быстро подобрать удобную посадку. Рулевое колесо, кстати, регулируется как по наклону, так и по вылету, что встречается далеко не так часто на японских автомобилях бюджетного сегмента. Регулировка сидения по длине также предполагает возможность это двинуться очень далеко назад, что вкупы с максимально опущенным вниз сидением позволяет мне при моем росте полностью вытянуть левую ногу и при этом распрямить ее в колени. Так что за рулем этой машины даже рослому человеку вполне возможно устроиться нормально. Опора под локти здесь присутствует как на дверной карте, причем подлокотник на двери здесь отделан тканью, так и по центру. Правда центральный подлокотник очень узенький и не имеет никакой продольной регулировки, зато находится ровно там, где должен быть. Рулевое колесо здесь трехспицевое, удобное, ровно такой же формы, как и на Хонде Фит. Под рулевые переключатели на местах тянуться к ним не приходится, переключаются тихо, без пластмассовых перещелкиваний. Что касается прочих органов управления и приборной панели, приборка здесь довольно неплохо читается, хотя и выглядит оригинально. Похожее двухэтажное решение мы наблюдали на Хонде Цивик на 8 и 9 генерации. По центру большой тахометр, дисплей бортового компьютера, с правой стороны у нас указатель уровня топлива, а слева прибор, отображающий режим работы гибридной установки, показывающий, используете вы энергию батареи, либо заряжаете ее. Верхнее окошко занимает цифровой спидометр, крупный и хорошо читаемый. Что касается клавиш управления, здесь все очень похоже на ФИТ. Тот же самый блок управления стеклоподъемниками на водительской двери. Справа от руля блок управления боковыми зеркалами, складывание, регулировка, кнопка включения экономичного режима и механический корректор фар. На рулевом колесе клавиши, позволяющие листать страницы бортового компьютера, а также обнулять одометр. Климат-контроль здесь полностью автоматический, правда, только однозонность с дисплеем. Управление удобное. Тактильно различимые клавиши отвечают за обороты вентилятора, включение-выключение кондиционера и переключение режимов обдува. Поворотная рукоятка отвечает за регулировку температуры, а клавиши включения обогрева заднего стекла, рециркуляции, либо забора воздуха с улицы, режима отпотевания лобового или выключения климата вовсе расположены в форме удобного кольца. Доминирующую роль на панели занимает магнитола. Здесь она уже нестандартная, и на нее выводится изображение с дополнительно установленной камерой заднего вида, что отнюдь не лишнее. Сильно помогает при парковке задним ходом. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения. По центру консоли у нас есть очень узкий карман, который зачастую бывает занят. Картоприемником система ETC, оплата проезда платных дорог. Внизу 12-вольтовая розетка, еще один карман. Есть два узких кармашка по низу консоли. Перед селектором коробки передач у нас подстаканники, механический стояночный тормоз, ну и очень компактный бокс в центральном подлокотнике. Основной бардачок Insight также не поражает воображение своим объемом, но документы формата А4 сюда вполне войдут, и даже что-то покрупнее, например, литровая бутылка с напитком. Внизу дверных карт присутствуют карманы, передняя часть которых отформована под бутылочку объемом 0,5 литра. В плане обзорности базовая модель, а именно Honda Fit второй генерации, конечно, гораздо удачнее. У Insight все так же низкая линия бокового остекления, но сама передняя панель здесь как будто выше. Капот здесь полностью невидимый, причем при любой регулировке сидения. Ни его боковые границы, ни передний край тут не видны. Зато присутствуют дополнительные окошки на передних дверях. В плане мертвых зон при повороте, куда может спрятаться пешеход у этого автомобиля, все в порядке. И перед тем, как пройти на задний диван, еще одна ремарка по сидениям. В целом, спортивно ориентированная посадка в этой машине предполагала бы наличие более развитой боковой поддержки на креслах, но нет. В данном случае сидения практически плоские. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается места на заднем сидении, если я сажусь сам за собой, при росте 1,86 м, я упираюсь коленями в спинку кресла. И это, несмотря на наличие здесь выштамповки, сказывается короткая колесная база в 2,55 м. Плюс скошенная крыша не оставляет пространства для головы. И если я здесь выпрямлюсь, я упираюсь головой в потолочную панель. Спинка заднего сидения по углу наклона, естественно, не регулируется. Сидение практически плоское, что позволяет разместить здесь трех седоков. Правда, при условии, что они не очень крупной комплекции. Тоннеля на полу нет, ногам ничего мешаться не будет. Как нет и центрального подлокотника на заднем диване. Опора подлоктя есть только на дверных картах. Здесь такой же отделанный тканью подлокотник, как спереди. К услугам задних пассажиров в данном случае только очень маленькие кармашки-подстаканники внизу дверной карты. И плафон освещения, который в данном случае придется делить с передними седоками. Так что заднее сидение этого компактного хэтчбека явно не предназначено для людей высокого роста. Что касается технической составляющей, то здесь Insight полностью повторяет прародителя Honda Fit 2-го поколения. А это значит, что под капотом этих автомобилей располагается в базе. Мотор 1,3 литра на 88 лошадиных сил, приспособленный для работы в составе гибрида. Этот двигатель носит маркировку LDA. Двигатель представляет собой алюминиевую рядную четверку. Здесь один единственный распредвал, цепной привод ГРМ, причем цепь это выхаживает практически весь срок службы самого двигателя и почти никогда не требует к себе внимания. А также по две свечи на цилиндр. Не забывайте при замене свечей, что нужно менять еще и задний ряд. При в общем-то небольшой мощности бензинового двигателя автомобиль довольно-таки шустрый и экономичный. Основная заслуга здесь самой гибридной системы. Она называется IMA, Integrated Motor Assist или встроенная помощь мотору. Суть этой гибридной установки в том, что помогает бензиновому двигателю электромотор в виде маховика, стоящий между, собственно, двигателем и коробкой передач. Его мощность совсем небольшая, всего 10 кВт, зато он добавляет 78 ньютонометров крутящего, когда это нужно. А именно в режиме разгона газ в пол. Также этот электромотор выступает в качестве стартера и позволяет работать в системе Start-Stop, что экономит топливо при стоянке на светофорах либо в пробке. Система IMA по сути своей проще, чем, например, у Toyota Prius на параллельных гибридах. У этих автомобилей нет инвертора, нет высоковольтной части как таковой. Здесь одна единственная система охлаждения и одна помпа. В плане обслуживания эта машина не отличается от обычной бензиновой версии. Коробка передач здесь также самый обычный вариатор, причем довольно надежный. Все, что было сказано про мотор LDA, вполне применимо и к старшему собрату LEA объемом 1,5 литра и мощностью 111 лошадиных сил. Разве что такие инсайты еще шустрее в плане разгона. Расход топлива в городском цикле на этом автомобиле вполне реально удержать в диапазоне 5,5-6 литров на 100 км пути. В плане надежности к этим двигателям также нет вопросов силовые установки, способные отбегать далеко за 300 тысяч километров. Сказывается простота конструкции. Ну а в случае, если пробег автомобиля уже побил все мыслимые рекорды, то до сих пор сохраняется возможность за относительно нормальные деньги купить контрактный агрегат. Ну а перед тем, как посмотреть на Honda Insight снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет, каталожное значение которого для данной модели 145 мм. Возьмем рулетку и проверим, соответствует ли этот показатель действительности. А на самом деле нет. Расстояние до защиты моторного отсека в данном случае это 130-140 мм. Также очень низко здесь расположен резиновый брызговичок под бампером. До него 13,5 см. А до самого края бампера порядка 18,5 см. Так что в принципе парковаться по рибрику вы можете, но когда услышите касание резиновым брызговиком, пора тормозить. Расстояние до поддомкратника за передним колесом 16 см. А до задней части порога почти 19 см. Задний бампер отстоит от асфальта на расстоянии 28 см. Причем выхлопная труба здесь практически не свисает, ввиду того, что банка глушителя расположена очень близко к оси задних колес. И соответственно зацепиться ей у вас по идее при всем желании не получится. Так что инсайт автомобиль с довольно длинными свесами, скажем так низкий в плане передней части, но если вам надо припарковаться к высокому бордюру, паркуйтесь задним ходом. Ходовая часть у хонды инсайт кому-то покажется жестковатой, но при этом она надежная и весьма ресурсная. Передняя подвеска здесь типа Макферсон. Нижние шаровые опоры в передние рычаги запрессованы. И по идее в оригинале вы должны менять рычаг в сборе. Что касается доступа к стабилизатору поперечной устойчивости, то здесь все было бы отлично, если бы не усилитель рулевого управления, затрудняющий доступ к, собственно, правому креплению стабилизатора к подрамнику. Рулевая рейка у этих автомобилей отличается живучестью, низкой стоимостью на вторичном рынке запчастей. Так что вместо того, чтобы перебирать застучавшую рейку, проще поставить контракт. Применительно к этой машине это действительно бюджетное мероприятие. Что касается антикоррозийной защиты под днищу, то, как и большинство хонд для внутреннего японского рынка, с завода Insight с антикором не знаком. По сути, следовые количества защиты здесь имеются только на сварных швах кузова и частично в районе порогов. Центральная же часть просто прикрыта термозащитами и пластиком. В базе у этого автомобиля снизу располагается топливный бак. Объем его такой же, как на фите, 40 литров ровно. Сам топливный бак здесь прикрыт пластиком, а вот его заливная горловина резина металлическая, поэтому на возрастных автомобилях не лишний будет посмотреть ее на предмет отсутствия сквозной коррозии. Задняя подвеска Insight'а, самая обычная балка, пружина и амортизатор располагаются отдельно друг от друга, что упрощает замену. Ну а задние тормоза у этого автомобиля барабанные. Также в нише под полом у нас располагается и батарея гибридной системы, которая обуславливает отсутствие запаса по высоте в багажнике автомобиля. Ну а по части антикура здесь картина не меняется. Только шовный герметик и в следовых количествах. Таким мы увидели сегодня компактный гибридный хатчбэк Honda Insight 2009 года выпуска с мотором 1.3 на 88 лошадиных сил. Если у вас была или есть такая машина, на которой вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, прописывайте все это в комментариях. Людям, которые думают о покупке подобного автомобиля, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Если обзор вам понравился, оказался полезен, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть в обзорах в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!